На этом уроке я хочу продолжить переводить Шиурим Муханим, автора Датсофрим, по книге Шмуэля. И урок этот посвящается для выздоровления всех, кто в опасности, и для спасения тех, кто в опасности сейчас в земле Израиля после этого страшного, страшной трагедии, которая произошла. Мы увидим, что на самом деле как раз так получилось, что здесь тоже будет описываться дальше книги Шмуэля, трагедия, которая произошла тогда с еврейским народом 3000 лет назад. Когда я готовился к этому уроку, не знал еще, был Йомтов, не знал еще, что что-то подобное произошло в земле Израиля снова. К третьей главе книги Шмуэля автор практически здесь, в Шиурим Муханим, ничего не пишет. Говорит, что в основном достаточно просто перевести, если нужно, можно смотреть в его главный комментарий. То есть, как я говорил, у него есть комментарий ко всем стихам Датсофрим, и есть вот в конце напечатаны так называемые Шиурим Муханим, готовые уроки. И мы только с вами переводим вот эту вторую часть, поэтому я последую его совету, я только суммирую основное, что написано в третьей главе. В конце второй главы описывается, что Элли было предсказано каким-то пророком. Хаза говорит, что это, кстати, был отец Шмуэля как раз, Элькана, что пришел пророк и сказал Элли, что его дети уже перешли все границы, и наказание будет очень велико. Что не было предсказано, что все потомки Элли будут уничтожены. Это не так. У Элли были потомки даже во время поздних амураев, абаи, раба, еще были мудрецы, которые знали, что они происходят из дома Элли. Но сказано было, что они будут всегда как бы уже второстепенными, и у них во время, когда в храме будут служить, они будут только хотеть получить тоже какую-то должность. Там позже, фактически с времен Шлома, в храме служила другая семья уже. И вот в частности предсказано смерть конкретно его сыновей, Хофни и Пинхаса. И потом в третьей главе описано, как впервые Шмуэлю пришло пророчество Всевышнего. Он не сразу это понял и думал, что его зовет Элли. И наконец, в конце концов, он понял, что это пророчество от Всевышнего. Он, видимо, медитировал в храме, как Малбим описывает. Там видно, что он лежал. И Малбим считает, что имеется в виду, что он как бы погрузился в медитацию, что лежал здесь не в физическом смысле. Хотя Хазаль и многие комментаторы считают, что в физическом смысле он лежал около храма. В самом храме невозможно было лежать, но Малбим считает, что он именно в храме занимался медитацией поздно вечером, ночью. И ему пришло вот такое пророчество, тоже фактически такое же пророчество, что Элли, скоро семья Элли, его потомки будут наказаны. И вдобавок, что произойдет что-то страшное, что именно не было сказано. Оно страшное, что все будут поражены. Как мы видим позже, это было то, что даже Святой Ковчег был похищен филистимлянами. И, как я сказал, почему-то Датсофрим считает, что вот в этой главе в основном не о чем особой дискуссии делать с детьми. И он сразу переходит в четвертой главе. Значит, здесь мы будем читать про войну с филистимлянами. И для начала, как обычно, Датсофрим любит сравнить с другими стихами, понять, кто такие филистимляне, какие уже были у нас с ними связи. Наша история, да, возможно, что так называемые палестинцы, да, плештим и палестинцы, хотя физически вряд ли они имеют много общих ген. Что тоже, кстати, не исключено, что какое-то количество тех ген плештим сегодня сохранилось среди палестинцев. Да, но, во всяком случае, уж точно духовные наследники они ими являются. Вот то место, где сегодня Газа, эта территория, это как раз где раньше жили филистимляне. И вот они были нашими врагами очень большую часть истории. Все время были, была то холодная война, то реальная война. И вот начинает учитель с того, что говорит, давайте узнаем, да, нужно спросить у детей, насколько они помнят, какие были отношения с евреями у филистимлян все это время. Значит, что мы знаем? Мы знаем, что про отцов отношения были довольно хорошие, даже были союзы какие-то сделаны. А врагам сделал союз с филистимлянами, позже Ицхак во время голода находился на их земле и снова подкрепили они союз. Правда, они его выгнали, потому что он слишком был успешный, но, во всяком случае, какой-то союз у них был. И позже, когда евреи пришли в землю Израиля, они не воевали фактически, не пытались с филистимлянами устроить войну и помнили древние союзы. Но филистимляне сами стали их преследовать и часто пытались над ними властвовать, но не на такой же степени. Соотношения с филистимлянами, как пишет автор, были не такие же, как с другими соседними нациями, с которыми никакой компромисс вообще был невозможен. И войны были обычно очень серьезные, но была, как правило, одна сильная война, и потом на сотни лет уже эти нации не поднимали против нас. Оружие, да, боялись нас. А вот с филистимлянами была полузатихающая такая холодная война, иногда ухудшалась ситуация. Мы знаем, что последняя часть книги, почти последняя часть книги Шофтим, предыдущая книга до книги Шмуэля, о которой, кстати, Хазах считает, что тоже написал Шмуэль. Вот в этой книге Шофтим последний из лидеров, который описан, это Шимшон. И вот этот Шимшон, он все время воевал с филистимлянами, но он ввел именно партизанскую войну. То есть евреи тогда не решились на то, чтобы открыто вступить в конфликт с филистимлянами. Их притесняли филистимляне, но в основном евреи под этим гнетом могли жить, и поэтому они в основном молчали все это время. Так вот, значит, как обычно, если у детей есть тонах полный, то хорошо бы, чтобы они нашли все эти места, где упоминаются филистимляне. В начале книги Шофтим тоже упоминаются филистимляне в первой главе и в третьей главе. Но вот в особенности история с Шимшоном. И снова пролистали все те места, где упоминаются филистимляне. И автор, как я уже сказал, подведет их к тому, что с филистимлянами было отношения такие, что фактически они нас притесняли и до какой-то степени контролировали, но давали жить, и поэтому все это время войну евреи не начинали, чтобы полную независимость получить. Значит, к тому времени, как пишет автор, уже прошло 900 лет с времени союза Аврагама с филистимлянами. И теперь решили евреи, что пора, видимо, сбросить ермо иго филистимлян, и началась война. Хотя, на самом деле, в своей книге Датсофрим автор не исключает возможности, что филистимляне даже первыми напали по тем или иным причинам. Но более вероятно, конечно, что в данном случае евреи решили начать полную войну за независимость, и, видимо, какие-то из территорий, которые филистимляне успели у евреев отнять, попытались они получить назад. И, в принципе, сбросить полностью егар филистимлян. Кстати, позже мы увидим, что у евреев почти не было оружия, филистимляне это контролировали. Так вот, написано в стихе дословно, и было слово Шмуэлю, всему Израилю. И так же говорится, и вышел Израиль против филистимлян на войну. Значит, что выглядит из этого стиха? Спрашивает учитель, кто начал войну? Кто, так сказать, предложил начать войну? Один из учеников, конечно, говорит Шмуэль. Так действительно выглядит простой смысл стиха. Сначала говорится про слово Всевышнего, которое было Шмуэля, а потом говорится, что евреи пошли на войну с филистимлянами. Может, у этого было слово Всевышнего, что пора начать войну? Но учитель отвечает, что, соответственно, это не так просто. В самом стихе это не сказано открыто. И вполне возможно, что были какие-то другие лидеры, ведь это было уже время близкое. Вскоре, да, будет первый царь Израиля выбран, Шауль. Немножко позже будет Давид. Согласно хронологии Хазаль, Шауль не так уж и долго правил еврейским народом. Фактически Давид был вскоре после Шауля. Хотя эта хронология сама по себе тоже не все с ней согласны, а Барбанель в том числе. Но, по крайней мере, уже тогда было много великих лидеров. Во всяком случае, все те великие гибориумы, которые упоминаются по отношению к Шаулю, Авнер, Беннер и также те, которые позже были с Давидом, все они уже были взрослыми людьми. И возможно, что было немало тогда генералов и будущих генералов, которые считали, что пора с этим кончать и надо филистимлян сбросить их иго. Кстати, интересно, в каких-то минускриптах я видел, в каких-то изданиях, что здесь стоит парша, что это на самом деле новый параграф. Сначала говорится, что было слово Всевышнего Шмуэлю, а потом уже новая вещь, новый параграф, что евреи пошли на войну с генералами. Возможно, по этой традиции больше выглядит, что это новая вещь и не связана никак с тем, что Всевышний сообщал Шмуэлю. Что Шмуэлю было слово Всевышнего, то есть, в принципе, Шмуэль уже зарекомендовался как пророк Всевышнего. Но началась здесь война по решению именно Шмуэля или по... Потому что Шмуэль, видимо, он ли решил начать эту войну, непонятно. Дальше мы увидим во всей этой войне никак Шмуэль фигурировать не будет. И решение в том числе взять Святой Ковчег, о котором дальше пойдет речь, это решение было сделано уж явно не Шмуэлем. Вот, поэтому даже если сначала Шмуэль, в принципе, считал правильным начать войну, и даже если это было слово Всевышнего сначала, но потом евреи уже действовали сами по себе и кончили довольно плохо. Так вот, говорит один из учеников, ведь война это всегда вещь опасная, можно же и проиграть, да, зачем начинать войну? Отвечает учитель. Ты, конечно, очень прав. Но мы видим, что в течение первого храма дети Израиля обычно отвечали на любую провокацию и наказывали всех тех, кто пытался их притеснять. Может, не была какая-то традиция, да, часть Суусного закона, которая не была позже записана, из-за того, что когда евреи полностью уже контролировали римляне, они бы не дали такое записать. Известно, кстати, слова Раби Рубина Маргулиаса, что определенные вещи, которые не упомянуты в Мишне, не упомянуты именно из-за политических причин. Например, Ханука только вскользь упомянута. Почему? Потому что это фактически напоминает о том, как евреи были независимы, как они воевали против сирийских греков и были успешны. И Раби не хотел провоцировать римлян на еще какие-то преследования. Если бы они когда узнали, что Мишна содержит всю эту информацию, то они, возможно, бы запретили Мишну, например. Поэтому не исключено, что вся информация о том, как нужно вести еврейскому народу, еврейской стране, в случаях, когда на них нападают, до нас не дошла. Но, возможно, она была. Возможно, во время первого храма у них была какая-то традиция, какие-то решения халахические, как поступать в случае нападения врага. Что как следует давать отпор всей силой, так, чтобы уже было неповадно. Во всяком случае, это похоже так происходило и так это работало. Муав, например, напал в самом начале периода, Шофтим больше про Муава мы не слышали. ОМОН ближе к концу, посередине там были войны с меденитянами. Многие соседи пытались притеснять еврейский народ, обычно через несколько лет вставал какой-то Шофет, какой-то лидер еврейского народа и полностью выигрывали битву, когда Всевышний обращал свой взор на нас, когда люди раскаивались. Обычно притеснения были связаны в том числе с грехами. Еврейский народ притесняли наши враги, наши соседи, когда мы грешили, а когда мы отворачивались от этого поклонства, от других грехов, то обычно взращивал Всевышний лидера, который мог так ударить уже по врагу, что больше им не хотелось с нами воевать очень долго. В Фестернале были исключения, как я сказал. Там была продолжительная очень война, которая то затихала, то снова увеличивалась. Так вот, учитель, значит, отвечает, есть времена, когда нет другого выхода. Если сравнивать с современной историей Израиля, я знаю, что всевозможные враги Израиля постоянно говорят, что Израиль сам виноват часто, на всю вину обычно на него сбрасывают, но на самом деле большинство войн, которые вел Израиль, это были войны, которые невозможно было практически избежать. В случае независимости у них просто никакого выхода не было, когда они провозгласили независимость, на них просто напали со всех сторон. Потом в шестидневную войну начал Израиль, но там был превентивный удар, когда арабы со всех сторон говорили, что они его уничтожат полностью. И маленький Израиль не может воевать против арабов, если с ним будет первый удар делать. В случае днем Кипура на них давили, чтобы они не делали первый удар, так в результате кончилось с тем, что их застали таки врасплох, и они чуть не погибли. Мог быть, новый холокост, могли миллионы евреев погибнуть, если бы не то, что в результате Всевышний смирился, им удалось как-то отразить врага. А потом эти операции в Ливане, это тоже было, потому что там постоянно были террористические акты с этой стороны, и там вот была эта палестинская организация освобождения, и первая Ливанская война, и позже вторая, когда они еврейских солдат похитили. В общем, в принципе, Израиль сам не напрашивается. И с газой тоже каждый раз приходят делать операции после того, что они делают. Когда-то, когда Израиль сам отпустил газу, и надеялись, что там будут нормальные условия, или будут с Сингапуром Ближнего Востока. Даже маленькие перенаселенные территории могут очень хорошо жить, как Сингапур, по тому примеру. В результате вместо Сингапура Ближнего Востока получилось место терроризма Ближнего Востока, который пришлось Израиль тогда поставить там блокаду, чтобы не привозили туда всевозможные бомбы и ракеты и тому подобное, и разное оружие. В общем, иногда нет выхода, когда приходится воевать. Так вот, он говорит, что для нас, до нас не дошли те халахи, которые тогда у них были. Но, возможно, это была часть устного закона, как поступать в случае войны с неевреями, в случае нападения и провокаций. И он заодно с детьми предлагает обсудить разные другие войны, описанные в книге Шофтим. В какие времена мы воевали с кем из ближайших соседей. Окей, следующие уроки. Тоже по главе 4 и дальше. Дальше описывается ситуация, которая произошла впервые. Жуткая ситуация, когда мало того, что евреи проиграли, и было много погибших, и, судя по всему, город Шило был разрушен. Что, кстати, открыто не написано, но подразумевается, потому что позже центр уже был не в Шило. После сотен лет, когда стоял храм в Шило, этот город был разрушен вместе с храмом. Но главное, что захватили филистимляне Святой Ковчег. Как это получилось, и как вообще Святой Ковчег там оказался на войне? Об этом следующий Шилу. Учитель спрашивает. Первая война с филистимлянами переходит к ситуации, ну, первая немецкая, самая первая, первая сейчас. Привела к ситуации, которая до этого никогда не встречалась у еврейского народа. А именно, что Хофни и Пинхас, и люди, которые были там, да, какие-то горячие головы, решили взять с собой на войну Святой Ковчег, Арон. Почему они так решили? Таргум Йонатан, да, переводчик Араминского, уже подсказывает, на чем основывалась их логика. Они решили, что Всевышний уж наникай спасет, если будет среди них Ковчег. Что Святой Ковчег Всевышнего, который обычно в храме находился, если он будет у нас на войне, то Всевышний спасет нас из-за этого Ковчега, что сам, как бы, артефакт, сама святость Ковчега нас предохранит. Всевышний будет предохранять свой Ковчег, а заодно и еврейский народ, и еврейскую армию вместе с ним. Но оказалось, что Всевышний может сделать с Кидушхашема другими способами, как мы увидим. Земляне похитят Ковчег, но они не смогут его удержать. Куда бы Ковчег ни попадал, в их городах начинались смятения, смерти, жуткие вещи. В результате, они сами вернули его. У Всевышнего есть много способов сделать освящение своего имени, иногда наказанием еврейского народа. Поэтому это глупо рассуждать. Кстати, в более поздний период времени евреи точно так же рассуждали, что Вавилония не сможет разрушить наш храм, потому что Святой Храм Всевышний не даст разрушить. Как он сможет исключить свое имя, как он даст разрушить на Святой Храм каким-то идолопоклонникам. Но оказалось, что это не так. Уже их предупреждали пророки, в том числе Ильми Яху, об этом, что не надейтесь на то, что если храм у вас, то значит, если у нас храм, то значит, наверняка сохранить храм, а заодно весь еврейский народ. Или, в основном, жители Иерусалима. Это не так. Значит, первое, что советует учитель, как обычно, посмотреть другие места. автанахи, где упоминается ковчег, как был построен ковчег, ну, это был переносной ковчег в пустыне, но на базе него похожая структура была в Шилово. Все еврейские храмы были в чем-то похожи, да, у них была общая структура и постоянный храм, который Шлома построил, который будет в книге Малахим подробно описан. Да, есть святая святых, там находится ковчег и Крувим. Есть средняя часть храма, там находится минора и там находится стол, на котором хлеб стоит от субботы до субботы и маленький жертвенник, на котором воскуриваются благовония пару раз в день, утром и вечером, утром и после, ну, ближе к вечеру, после полудня. Киторит. Ну, и потом есть внешняя часть, где стоит большой жертвенник под открытым небом. Так вот, нас интересует конкретно ковчег, который стал святой святых. Кстати, во время второго храма уже не было этого ковчега. Святая святых была пустой во время второго храма. А вот во время первого храма там был ковчег. Между прочим, автор здесь в Шиуле Муханим, он часто упрощает и следует какому-то одному мнению, хотя у Хазаль были разные мнения. Не говоря уж о том, что он редко приводит мнение не Хазаль, если, например, Абарбанель или там кто-то из других комментаторов считает не как Хазаль, это он вообще не приводит. Но даже когда сами Хазаль спорят, он тоже не всегда приводит и просто следует какому-то мнению, потому что невозможно в этих коротких шиурах все обсуждать. Но скажу сразу, что есть большой диспут в нескольких местах, в Иерусалинском Талмуде, там в Тосефте, в разных местах есть диспут, в том числе вот в Иерусалинском Талмуде даже Цикл Дафьомий это покрыл, потому что есть один трактат Иерусалинского Талмуда, который Цикл Дафьомий покрывает, именно трактат Шикалим. И там описывается, по-моему, в начале 6-го перека большой диспут. Сколько вообще было ковчегов у евреев? Было ли два ковчега? И тогда один из них часто выходил на войну, это не было такой же редкостью. Или был один единственный ковчег, и вот тот ковчег действительно никогда не выносили на войну и в первый раз вынесли во время Хофни и Пинхаса, детей Эли, и тогда он был похищен. Но вот автор, видимо, следует этому мнению. Соответственно, был всего один ковчег, и вот сейчас произойдет что-то, что никогда не происходило. Что именно было в этом ковчеге внутри? Во-первых, там были скрижали. Те скрижали, которые Муше принес с горы Сина. Есть, кстати, мнение, что там же были и разбитые скрижали. Так наш там в Бавилонске считает. Хотя в Русалимском, похоже, это тоже зависело от того, в каком ковчеге какие были. Разбитые скрижали были ли тоже в другом ковчеге. Но, во всяком случае, простой смысл нашей геморы, что и целые скрижали, и разбитые лежали в том же самом ковчеге. И еще, кстати, хазать считает, что Сефер Тора лежала либо внутри ковчега, либо рядом с ковчегом. Так вот, значит, до этого никому в голову не пришло взять такой святой предмет с собой на войну. Его только держали в святости, в святом месте. Но вот здесь им пришло в голову, что это предохранит их каким-то образом. И, кстати, не только они так считали, даже сами филистимляне достаточно слышали про еврейский народ, видимо. Увидев, что евреи взяли ковчег, они сначала жутко испугались. Вот. Они стали трубить большую, да, труак дола, трубят шофар, везде слышно. И филистимляне стали спрашивать, что происходит. Оказывается, евреи притащили ковчег. И учитель пишет на доске разные утверждения, которые говорят филистимляне, что пришел бог евреев с ними, да. Филистимляне принимают все буквально, что прямо в самом ковчеге, видимо, присутствие Всевышнего. Поэтому для них, филистимляне же это поклонники, они не верят в одного бога, но они верят, что у евреев есть свой бог. Поэтому для них это тоже очень страшно, что евреи теперь взяли своего бога с собой. Уж теперь филистимлянам не удастся выиграть войну. Но есть и те филистимляне, которые говорят, что не открепитесь, будьте мужьями, можно попытаться победить. Да, похоже, что филистимляне знали многое про то, что произошло когда-то во время козни египетских еще. Про еврейского бога они слышали. Опять же, египтяне не принимали это как козни единственного бога, владыки вселенной. Но они считали, что еврейский бог их наказал. И это могло дойти эти слухи до филистимлян. Филистимляне вообще не так далеко от Египта находятся. Сегодня, кстати, тоже вот эта палестинская автономия, так называемая, в Газе, она граничит с Египтом с одной стороны и с Израилем с другой. Ну и наконец, последнее обсуждение здесь по отношению к тому, что произошло, когда филистимляне таки выиграли. Как выяснилось, Всевышний не предохранил от них свой ковчег, и наоборот. И евреев наказал, получается, и позже филистимлян, а осветил свое имя другим способом. Так вот здесь автор обсуждает с детьми, с учениками, что как именно описывается невероятная скорбь, везде подобие тому, как описывают, например, стихи Мегелат и Стер, куда бы ни пришли новости, везде только скорбь, траур евреев, когда они узнали, что Хаман отослал послание, что вскоре будет погром и убьют всех евреев. Вот примерно такая же была ситуация тогда на земле. Куда бы ни пришли новости, везде только скорбь. Напоминает то, что произошло бы только что в земле Израиля. Новости распространяются очень быстро, даже в сам Йомтов, когда мы религиозные евреи не слушаем радио, не используем интернет, но каким-то образом кто-то кому-то сказал, был, допустим, сосед, который услышал, допустим, не еврея или несоблюдающий или как-то еще, но получилось, что вот уже утром в синагоге люди пришли и многие уже знали и рассказали другим то, что то несчастье, то трагедия, которая произошла. Мы точно не знали, что именно, но какие-то, да, уже слухи поползли. Так вот, представляете, вот там узнают евреи, что множество погибло, война была проиграна и филистимляне захватили Святой Ковчег. Куда бы ни доходят эти новости, везде только скорбь, только траур. Но, говорит, смотри, что мы видим из поведения женщин в этот момент. Тут описывается один эпизод интересный. С одной стороны, описывается, как Эли погиб, тоже узнав. Он был очень старый, ему было больше 90 лет уже, 40 лет судил Израиль. Я говорю, что вообще книга Шмуэля покрывает небольшой период времени, меньше одного столетия, но большая часть покрывает еще меньше период времени. Дальше, с этого момента и дальше, вся книга Шмуэля будет описывать практически, может быть, период в 50 лет, не больше. Только в самом начале был период, да, описан, когда Эли еще был относительно молодым, среднего возраста, как он благословил хану и как родился Шмуэля. А дальше, вот сейчас уже, описывается, сразу перескакивает книга к времени, когда Эли уже очень-очень старый, и он сидит на стуле и не знает, что произошло, и ему прибегает посланник. Кстати, некоторые из хазах считают, что посланник был будущий царь Шауль, как раз. Но вот Танах его, опять же, не упоминают по имени, Амина, и рассказывает обо всем этом, Эли падает со стула и умирает. Он очень был старый. Так вот, между тем, дальше, наша книга Шмуэля переводит фокус на то, что происходит в семье Эли. А именно, одна из его невесток рожает в этот момент сына. Она как раз в природах. И посмотрите, какая реакция у еврейских женщин. Да, еврейские женщины часто имели большую силу даже, чем мужчины. Выдерживали все испытания, да, вот после Холокоста смогли снова поднять еврейский народ. В Египте, говорится, еврейские женщины, да, рожали детей, несмотря на все несчастья и оставались верны и верили, что будет избавление. Не опускали руки. Так вот, здесь говорится, что они говорят этой женщине, которая умирает при родах, что не бойся, не бойся, у тебя рождается сын, казалось бы, ну и что? Ну рождается сын, как это изменит то, что произошло? Ее муж погиб, еврейский народ, тоже в большой степени основная масса евреев, мужчин было убито, да, война проиграна, Шила разрушен, Ковчег в изгнании. Что можно после этого? На какие, на что могут быть надежды? Но в том-то и дело, что, говорят, у тебя родится сын, значит, будет еще одно поколение, пройдет время, и мы снова встанем. Мы много раз падали, нас много раз разрушали, нас много раз пытались разрушить, но мы снова встанем. Вот это то, что, значит, хочет учитель привести вот в дискуссии с учениками. Да, у тебя родится сын, ну и что, спрашивает ученик, что это изменит? В том-то и дело, что у них оставалась вера, они надеялись, да, ведь рожать ребенка это очень трудно, это самый большой массивный нерфиш для среднего человека, мы же часто не встречаем ситуацию, когда нужно очень большой массивный нерфиш. Обычная жизнь не требует большой массивный нерфиш человека, большую самоотдачу, но вот рождение детей это самая большая вещь, то, что женщины делают. Да, если многие погибли, но будет новое поколение, родится новое поколение и еще величие еврейского народа снова вернется. Хотя, похоже, сама это роженица трудно ее винить в такой ситуации, в которой она попала, когда она умирала, она назвала своего сына Ихавод, нету славы, да, в память о том, что в этот момент Святой Ковчег был похищен. Немножко напоминаю ситуацию, помните, когда Рахель рожала, она назвала своего сына последнего Бен-Они, но отец поменял его имя. Всяком случае, вот она в этот момент видела только потерю славы еврейского народа и хотела это увековечить через имя своего сына. И на этом я на сегодня закончил и урок посвящался для, я надеюсь, что те люди, которые сейчас в опасности в земле израиля, кто еще жив, чтобы Всевышний помог докторам сделать нужные операции и чтобы удалось спасти тех, кого похитили, и чтобы мы смогли снова подняться и как-то дальше жить и решать, что дальше делать правильно, что Всевышний правильно вел лидеров еврейского народа, которые так или иначе принимают основные здесь решения, чтобы они делали правильное решение, как дальше поступить. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал.